Цегламенская библиотека номер 16 подготовила видеопрезентацию «Морская слава России» ко дню военно-морского флота. Его уважают во всем мире. Военно-морской флот Российской Федерации. Нашим кораблям не страшны ни бури, ни штормы. Россия – мощная морская держава. Россия – великая морская держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-морскому флоту. С чего все начиналось? Древнерусское государство уже в IX веке обладало подобием военного флота, что доказывается успешным морским походом на Константинополь в 860 году. Однако флот был нерегулярным. Военно-морские силы у древнерусских княжеств отсутствовали. Исключением была новгородская земля, имеющая выход к Балтийскому и Белому морям. В 1570 году Иван Грозный для охраны русского судоходства на Балтийском море создал флотилию, просуществовавшую около года. В XVI веке казаки боролись за свободный выход в Черное море, используя флот для борьбы с турками. В середине XVII века на Белом море была создана Лоцманская служба. Первый русский корабль западноевропейского типа, фрегат «Орел», был построен в 1667 году. Создание регулярного российского флота было связано с именем Петра I. Переславля-Залеском на Плещеевом озере будущий государь заложил первую верфь для строительства судов. Потешный флот, созданный Петром в 1688 по 1693 годы, был предтечей российского регулярного флота. Интерес Петра I к единственному в то время русскому морскому порту Архангельску возник одновременно с замыслом о строительстве флота. Петр I отдал распоряжение о строительстве на острове Соломбола первой в России государственной судостроительной верфи. С середины XVII века верфь стала именоваться Архангельским Адмиралтейством. Позже Петр I собственноручно заложил здесь торговый морской корабль «Святой Павел». В 1731 году по указанию царицы Анны Иоанновны заложен 66-ти пушечный парусник и 110-ти пушечный корабль императрицы Анна. Всего же во время правления Анны Иоанновны для Балтийского флота было построено около 100 кораблей и судов, в том числе 20 линейных кораблей и 10 фрегатов. Император Александр I создал учреждение морского министерства, которое разработало штатный состав и обоснованную классификацию кораблей предшественника нынешнего военно-морского флота. Небывалые масштабы парусное судостроение приобрело в период царствования Николая I. Было построено 22 линейных корабля, 20 фрегатов, 12 бригов. Создано Севастопольское и значительно расширено Николаевское Адмилартейство. Второе дыхание обрели и другие верфи. Во второй половине 18-го, начале 19-го веков, российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей вышел на третье место в мире. Постоянно совершенствовались стратегии тактика боевых действий на море. Это позволило русским морякам одержать ряд блестящих побед. Яркими страницами истории военно-морского флота России стали подвиги адмиралов, Спиридова, Ушакова, Синявина, Бутакова, Истомина, Корнилова, Нахимова, Макарова. Военно-морской флот Российской империи продолжал строиться и после прихода к власти царя Николая II. К началу Великой Отечественной войны был создан военно-морской флот, способный выполнять важнейшие тактические и стратегические задачи, как совместно с сухопутными войсками, так и самостоятельно в прилегающих морях с целях обороны побережья. В состав сил флота СССР в 80-х годах XX века стратегических и общего назначения входило более 100 эскадр и дивизий. На 1991 год на судостроительных предприятиях Советского Союза строилось два авеноносца, в том числе один атомный, 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 18 многоцелевых атомных подводных лодок, 7 дизельных подводных лодок, 2 ракетных крейсера, в том числе один атомный и другие. Военно-морской флот является видом вооруженных сил Российской Федерации. Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Военно-морской флот способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи. В состав военно-морского флота России входят следующие силы надводные силы, подводные силы, морская авиация и береговые войска флота. Надводные корабли являются основными силами для обеспечения выхода и развертывания подводных лодок в районы боевых действий и возвращения в базы, перевозки и прикрытия десантов. Им отводится главная роль в постановке минных заграждений, борьбе с минной опасностью и защите своих коммуникаций. Подводные силы – это ударная сила флота, способная контролировать просторы мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям. Морская авиация предназначена для противоборства с группировками надводных кораблей в океане, подводными лодками и транспортами, а также для нанесения бомбовых и ракетных ударов по береговым объектам, уничтожения авиации противника в воздухе. Войска береговой обороны как род сил военно-морского флота предназначены для защиты пунктов базирования сил военно-морского флота, портов, важных участков побережья, островов, проливов и узкостей от нападения кораблей и морских десантов противника. Военно-морской Андреевский флаг Андреевский флаг – главное корабельное знамя российского флота. Он представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное по диагонали из угла в угол двумя голубыми полосами, образующими косой крест. 17 января 1992 года правительство России приняло постановление о возвращении статуса Андреевского флага. 30 января 1699 года учреждение Петром I Андреевского флага – кормового флага кораблей российского флота. Эмблема военно-морского флота Российской Федерации История праздника дня военно-морского флота в августе 1714 года русский флот под командованием Петра I одержал свою первую победу. Тогда и зародилась традиция по случаю побед на море выстраивать корабли и палить из всех пушек. В Советском Союзе с 1923 года проводилась неделя Красного флота. Во времена советской власти день рождения военно-морского флота России назывался иначе – день рождения военно-морского флота СССР. Необходимо отметить, что этот праздник начали отмечать с 1939 года по инициативе выдающегося советского флотоводца, героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. День военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Этот один из самых любимых праздников еще в СССР, а затем и в России. Сегодня военно-морской флот успешно решает задачи в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Как и прежде, мужество и самоотверженность военных моряков помогают им преодолевать трудности и с честью выполнять свой воинский долг. Подтверждение. Высокая выучка личного состава, грамотное использование боевых возможностей современных комплексов вооружений, бдительное несение боевой службы и боевого дежурства, верность Андреевскому флагу и военной присяге. Проходят десятилетия, и в наши мирные дни, как прежде, стоят на рейде линкоры и корабли. Флоту русскому память в веках Дружба в море, как камень крепка Будет наша Россия жива Флоту России слава! Благодарю за внимание Субтитры создавал DimaTorzok